У студентов республики есть уникальная возможность приобрести новые знания и навыки. В Северную Осетию приехала команда тренеров и участников национальной сборной WorldSkills Russia. Под руководством таких наставников многие ребята твердо настроены проявить себя и тоже поучаствовать в международных соревнованиях. Алина Цгоева продолжит тему. Разбираться в проекте, рассчитывать масштаб чертежа, а еще выбирать качественный материал. Все это должен делать плотник, который знает и как быстро работать, и как можно обойтись без гвоздя. На конечном этапе обучения практика и оценка эксперта, вот только следить он будет еще и за самими ребятами, держать ситуацию под контролем, на чемпионате едва ли не главный рецепт победы. Чемпионатный опыт у меня большой, есть чем поделиться с ребятами, если кому-то из них будет интересно, как действовать в той или иной ситуации. Ну и в принципе вот эти рабочие моменты, они всегда пересекаются с психологией тоже так или иначе. И сам техпроцесс выполнения задания, он уже подразумевает, что как себя максимально успокоить именно на рабочей площадке. День участников сборной расписан по минутам. Это первое, что объясняют ребятам. И на таких занятиях эксперты мирового уровня готовят будущих участников к стандартам WorldSkills. А они показывают, как практика дается далеко не всем. Шансов больше, если занимаешься с детства, говорит Филипп. В его семье целое поколение столяров, потому и решил учиться. И дед, и отец плотники, и столяр, и захотел сам тоже попробовать. Но это больше как хобби. Впервые меня познакомили с этим, с этой специальностью, когда я был в школе. В будущем Филипп станет участником чемпионата WorldSkills. И в этом случае искать работу ему будет проще. Особенно умелых ребят отмечают потенциальные работодатели еще до оглашения результатов конкурса. Такая возможность есть и сейчас. В Ордоне на базе техникума всю неделю будет проходить форум строительных и серверных технологий. Это двухтактовое мероприятие. Первый такт – это стратегическая сессия, которая сейчас непосредственно идет в Ордоне. Это встреча работодателей образования, где за одним столом есть возможность проговорить те основные тенденции, запросы. Все основные инструменты, которым хочется объединить работу образовательных учреждений и запросов работодателей. С нами приехала большая команда международных экспертов, менеджеров, компетенций, конкурсантов национальной сборной. Для того, чтобы поделиться теми технологиями, которые они насобирали в своей, что называется, большой чемпионатной деятельности. Движение WorldSkills в России меняет систему образования и профподготовки. Олимпиада рабочих рук за 10 лет помогла переквалифицировать и выпустить сотни тысяч высококлассных специалистов. И чтобы развивать эту тенденцию дальше, правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства. Мы получили возможность разрабатывать задания, согласованные со всеми ведущими странами, развивающимися экономиками мира. Это говорит о том, что подготовка наших специалистов, наших профессионалов настолько приближается к тому, что на производстве, что практически не надо доподготавливать при переходе выпускника на производство. На чемпионате всегда присутствуют представители крупных организаций. Чтобы найти самые лучшие кадры, куют их здесь на тренировках с экспертами. Вот и ребята из Ордона уже после первого мастер-класса решили, в следующем году будут участвовать в конкурсе. А значит, мастеров высшей категории в стране станет еще больше. Алина Згоева, Лансуанов, Новости Осетии.